Всем привет, привет! У нас сегодня суббота. У меня распаковка. Сегодня мы ходили, как обычно, на закупку продуктов. Ну, что купили, сейчас все покажу. Вчера ничего не снимала, потому что, сами знаете, какой вчера был у нас тяжелый день для моего Харькова. И сегодня хотела что-то снять на рынке, но дело все в том, что, когда мы шли по рынку, многие знают, что мы из Харькова. Все спрашивают, как там, что там. Ну, в общем, я, конечно, вчера сильно перенервничала, потому что, когда все это случилось, не было ни света, ни интернета, никакой связи. Не могла связаться со своим сыном, не знала, что там, как там. Ну, в общем, короче говоря, конечно, перенервничали очень сильно. Но потом, наконец-то, он прорвался. Мы не смогли прорваться, он прорвался. Вот, узнали, что жив-здоров, ну и слава богу. Потом уже к вечеру подключили свет и чуть позже дали интернет. В общем-то, да, мы уже по вайберу как-то созвонились, хотя бы хоть что-то как-то узнали. Ну, в общем, короче говоря, конечно, Харьков, Харьков просто бомбят, горело все. Что сын, говорит, я, говорит, практически всю ночь стоял на балконе, говорит, и все эти взрывы, все эти пожары. Пожары потушили вчера, где-то после 12, где-то в пол первого только потушили пожары. Ну, до сих пор в Харькове коллапс. Свет где-то дали, где-то не дали, но очень много еще сидят без света, без воды. Вот. А этой ночью ударили совсем рядом с моим домом. Вот. И где-то, наверное, в час ночи мне дочь написала, что там у Максима. А у Максима связи опять нет. Только утром я уже смогла дозвониться. В общем, короче говоря, там тоже ударили по детскому санаторию. Это совсем рядом со школой, где все дети наши учились, и я училась. В общем, короче говоря, хорошего, конечно, ничего. Нервничаем, переживаем. Дочь мне говорит, мама, прекрати все это читать, успокойся, думай о хорошем. Ну, знаете как, хочется думать о хорошем, а плохое само приходит тебе в голову. Я вчера, кстати, вот послушалась дочь. Она говорит, делай, делай что-то приятное, то, что тебе нравится, то, что ты хочешь. И, в общем, мне случайно попалось в каком-то видео или что. А, в это, у Алексея Крылова. Я смотрела, как они там были еще в Таиланде. И там одна женщина проходила в тунике вязаной. Ну, такая простенькая туника, но я так подумала, думаю, почему бы и нет. Тем более, у меня есть нитки. В общем, я начала вязать тунику. Покажу вам, очень симпатичная получается. Ну, в общем, как бы стараюсь не брать себе в голову. Хотя вот мы сейчас идем уже, заходим, подходим к магазину, к АТБ идет парень, который меня стрих. И говорит, что там у вас, что там. То есть все переживают, все волнуются, все соболезновают, что вот такое вот у нас творится. Ну, не только у нас, по всей Украине. По всей Украине. Запорожье жалко. И Днепр, и Одесса. Ну, в общем, что-то невыносимое это происходит. И когда это все закончится, непонятно. В общем, переживаем очень. Ну, а сейчас, как всегда, обзорчик. Что мы купили? Ну, по порядку. Значит, в Зорию Днепра зашли. Славе, то захотелось вареников с картошкой. Ну, я ему поджарил лучок сверху. Он так любит. В общем, он захотел вареники с картошкой. Так, купили мы опять вот такую вот колбаску на бутербродике с салями. Горихова называется. Ну, неплохая. Так, гречечку купили. Гречечку. Вот у нашей... Ах! Вот в этот раз в АПТБ были нормальные огурцы. По... Почему же ж по 89, по-моему? Потому что перед этим были чуть дешевле. Но они были уже мягкие такие, что это вот хороший огурчик. На завтрак можно вот яичко отварить, кусочек огурчика. Будет шикарно. Так, ну, купила я еще одну курицу. Стояли, стояли, разговаривали у Людочки. Она же спрашивала за харьков. Тоже рассказывали, как они ехали. Прямо у них на глазах упала ракета в это водохранилище. Ой! В общем, одни расстройства. Разговоры все на одну тему. Ну, купили вот такую вот курицу. Прекрасная курочка такая, большая. Так, дальше. Это не все. Зеленушки, петрушечки. Петрушка 300 гривен килограмм. Представляете? 300 гривен килограмм. В общем, такая вот петрушечка пахнет. Вот. У женщины Славик вырычил женщину. Стоит, торгует и говорит, возьмите у меня мятку. Такая мятка хорошая. Ну, не знаю, попробуем, действительно ли хорошая мятка. Так не пахнет. Но она говорит, вы ко мне еще придете. Так. Купили. Купили, купили, купили. Сейчас покажу. Две вот такие вот груши. Причем у харьковчан. У них по 80 с чем-то гривен. В АТБ 109 вот такие маленькие злепочки. На рынке там вообще цензор. Ой, сегодня на рынке видела огурцы. 300 гривен килограмм. 300 гривен. 235 были, а то видела 300. Представляете? В общем, с ума сойти и все. Так. Твердого сыра купили кусочек. Может, пасту будем делать. Посмотрим. Так. Творожок. Творожок. Это не творожок, а сырковая масса. Масса с ванилькой. Но мы ее и так покушаем. И немножко сделаю сырничков. Тоже любим. Так. Это вот Славочка взял с кофейком запрещеночку. Две штучки. Много не брал. Правильно сделал. Дальше. Купили мы еще вот столько капусты клашиной. Ну, давал парень попробовать. Неплохая. Это я, опять-таки, пирожки. Пирожки. Люблю пирожки с капустой. Сделаем пирожки. Так. Ну, и расскажу вам еще, что я купила. Вот такую купила мицеллярную водичку. И вам расскажу, зачем я ее купила. Не для лица. Для лица я покупаю немножко другую. Значит, мне, опять-таки, попалось на ютубе. Девушка рассказывает, что она делает с самой обыкновенной мицеллярной водичкой. Я, конечно, послушала внимательно и просто диву далась. Как это все оказывается на поверхности все стоит так, все просто и легко. Она говорит, я этой водичкой мою все. Во-первых, можно хорошо помыть золото. То есть, наливаешь в мисочку, туда бросаешь. Потом щеточкой зубной протер. Блестит. Отмывает всю грязь. Идеально, великолепно. Это первый способ. Но второй способ меня удивил полностью. Она говорит, если у вас есть обувь, которая после зимы, иногда, знаете, вот завжевая обувь, пятна вот такие вот проходят белые. Потом подошва там где-то на кроссовках потерлась, черненькие такие полосочки. Берете, говорит, ватный диск, мицеллярная водичка. Прямо вот по этой замше, где разводы, вот прямо говорит, не бойтесь, вот так хорошо все вымываете. Она быстро высыхает и получается обувь почти новая. Вот такое впечатление только с магазина. Ну вот по поводу подошвы белой, я когда-то, помню, где-то читала, действительно пробовала кроссовки, действительно идеально все. Не надо никаких усилий. Самое главное, что никаких усилий. Берешь, все это протер, все супер идеально. И я читала комментарии этой девушки. И там кто-то писал, что какое вам огромное спасибо. Я уже хотела ботинки выбрасывать на помойку мужа ботинки. Но когда, говорит, я их вот таким образом обработала, то получилось просто вау. Я, говорит, глазам своим не поверила, что так все легко и просто. Обычно, когда вот эти вот белые разводы, мы мучаемся и над паром держим. И помните, когда-то, ну не знаю, кто помнит, кто моего возраста, тот помнит. Был такой у нас черный хлеб, круглый. Мы вот эту горбушку срезали, этой горбушкой протирали эту замшу. В общем, как могли, кто как мог, кто так и спасал свою обувь. Оказывается, так все легко и просто. Во-первых, быстро высыхает и красиво, и хорошо. Я, конечно же, попробую. И вам все покажу и расскажу, действительно ли это так. Но так как она сказала, и по комментариям я, честно говоря, поверила. В общем-то, чудо мицеллярная вода. Я когда Славочке своему рассказала, он говорит, так представляешь, сколько там химии, что она все убирает. А это вы, говорит, покупаете для лица. Я говорю, ну я говорю, не такую покупаю, я покупаю другую. Какая разница? Какая разница? Факт тот, что это говорит химия. Ну, в общем, вот такие вот у меня сегодня покуп... А, еще купили водичку, ну это как обычно. Вот такие сегодня наши покупки. Проходили по магазинчикам. Ой, сегодня на улице столько много детей, столько много людей. Ну, суббота, выходной, прямо заполонили детки. Солнца, правда, нет, но я думаю, что тепло. У нас сегодня до 13 тепла, понимаете, или до 14 даже. Тепло на улице, очень хорошо. Я пришла, даже сразу переоделась, потому что, ну, как бы жарко. Все-таки еще не перестроились с той погоды, на эту погоду боишься, чтобы не простудиться. Поэтому как-то одеваешься немножко, как говорится, не по погоде. Ну, ничего. Скоро будет тепло, скоро все расцветет, и все у нас будет хорошо. В общем, на этом я это видео заканчиваю. Вот такие мои покупки сегодня. Наша такая прогулка. Надеюсь, вам что-то еще снять, если опять никаких-то не будет форс-мажора. Потому что после той, не этой, той ночи, когда мы сидели в коридоре, конечно, мы нанервничались. И, в общем, вчера вечером ложиться спать, и я говорю, господи, как же это все будет? Как же это все будет ночью? Опять будем сидеть или как? Ну, в общем, как-то у нас были тревоги, но, слава богу, все обошлось. А в Харькове, конечно, шахеды сегодня ночью опять ударили. Летали, летали и налетались. В общем, все, не будем о плохом. Мне дочка сказала, не надо о плохом, думай о хорошем, что все у тебя хорошо, все прекрасно. Я и вам желаю, чтобы вы все только думали о хорошем, чтобы у нас плохие мысли нас не посещали, чтобы у нас не болели головочки наши, чтобы у нас над нами ничего не летало. Радуемся жизни. Жизнь у нас одна, поэтому радуемся каждому прожитому днем. Всего вам доброго, дорогие.